здравствуйте друзья вы видите через стекло я снимаю это улица климент в городе сан-франциско а на улице климент под номером 406 находится такой как бы клуб ночной и вот в этом ночном клубе происходит мероприятие на котором мы присутствуем вот я развернулся мы видим тут ну как положено в клубе значит напитки а там много народа собрались люди которые хотят послушать о том как проходить интервью как с резюме нам какую-то помощь там какие-то конкурсы веселые будут я надеюсь в общем какая-то такая программа вот и мы со светланой будем вести репортаж отсюда вот вы видите вы видите мою треногу на нее выгрузится камера вы видите светлана сделай ручкой нашим зрителям так мадина у меня нашлись контракторские почитатели мне очень это интересно хорошо вы были у нас ведь на канале правда вы у нас светилась давно были но последний раз вы у нас на канале светились в бэкграунде во время годовщины школьной да ну что же как жизнь-то водила два слова все хорошо я получила новую работу так фейсбуке у фейсбука есть проект называется oculus это virtual reality у нас два продукта есть oculus rift and gear vr он недавно вышел в продажу просто огромный пиар очень много новостей почитайте мадина вы то чего на такое мероприятие ходите вы должны были бы выступать тут с трибуны интересно может быть хитростей подберем может чего ростки подберем какие-нибудь трюки подберем но нет варки но нет варки и людей мы ищем нам нужно пару людей кстати киосчиков то есть вы может сказать тут пытаетесь раскинуть сети ладно пусть к вам все эти попадется хорошая рыба next of the woods именно так называется ночной клуб вообще вот все эти люди которые героически собрались в этом зале не просто под дождем сюда пришли они еще преодолели проблему парковки здесь очень 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 сложно запарковаться вы не все эти вот через какие трудности мы пробились и может нам еще и тикет дадут а может машину угонят не знаю мы встали возле магазина тут одного не знающим вот и кое-что о мою лицу представляете знакомые меня зовут татьяна мы приехали из коннектикота на той неделе начали учиться вот только-только а что же вы сюда дать уже на работу собрались ну надо конечно подготавливать то есть вы так вот целенаправленно с корабля на балл ладно а подручка это моя да румейт Алина румейтка хорошо себя ведет отлично я начала учиться с самого 15 января вас не слышно совсем подвините, пожалуйста, Алина давайте поплюшим так, рассказывай тебе откуда приехали здравствуйте, я приехала из Баку в Собни-4 суббик Азербайджан надеюсь, отучившись на курсе у Михаила Портнова, найти очень хорошую работу у меня есть друзья, которые сделали то же самое, сейчас они успешно трудоустроены а как вы приехали сюда, на чем? я сюда прилетела, я прилетела из Нью-Йорка нет, нет, вот сюда, в Су-Франциску, вы сейчас на чем прибыли? ну и на машине вместе со мной у вас есть аж на мобиле? да а как же вы запарковались? тяжело с парковкой, конечно, но пришлось немного подождать прям на улице бросили машину, как и все остальное ну ладно, желаю вам успехов спасибо большое, будем на дверь так, а вас как зовут? Арина Арина, вы к чему пришли? какая цель у вас? моя цель найти, научиться пройти интервью но вы не то чтобы вот прямо сейчас собрались проходить нет, не то чтобы, но я в общем работаю сейчас всегда хорошо нет ничего перед интервью то есть вы как бы накапливаете вот этот жирок да хорошо, то есть как бы есть ощущение, что надо всегда надо двигаться надо хорошо резюме хорошее резюме тоже важно значит, мой бэкграунд, я как бы учился в график дизайн я делал веб-сайты и все значит, первое, что нас учили, когда я делал мастерс дегри, начал делать нам сказали, возьмите ваш веб-сайт отойдите в другой конец комнаты и посмотрите на него он выглядит красиво, он выглядит симметрично как он выглядит то же самое с резюме очень важно, чтобы колонки все были аккуратные чтобы все было издали видно, таглайн видно было имя все было аккуратно зачем это надо? если у вас неаккуратное резюме с ошибками, там табы какие-то не такие это очень много говорит о вас как о человеке и я сам смотрел на резюме и реально откладывал иногда резюме людей просто они подходили, но они просто так плохо написали резюме что просто откладывал, потому что его невозможно было читать сделайте так, чтобы ваше резюме было читать просто это дизайн алекс итак, первый вопрос, алекс во-первых, расскажите про себя, минут секунд 30 значит меня зовут Александр я работаю QA инженером в компании, которая занимается производством Wi-Fi чипов и я отвечаю за сертификацию нашего продукта если вы знаете, у вас есть дома раутер, на них написано Wi-Fi certified я инженер, который отвечает за сертификацию нашего продукта отлично хорошо, итак, первый вопрос допустим, вы обвлекаетесь в Google тут можно любую компанию поставить, но давайте попробуем Google Why do you want to work for Google? можете отвечать на любом языке Well, working at Google would be great because this is a world name and working at company like Google is basically leaving a mark in the history of humanity that's probably the main reason хорошо хорошо, теперь давайте скажу относительно как-то правильно нужно отвечать на этот вопрос и наверное кто-то из наших судей тоже знает как лучше всего отвечать самое правильное вы хотите работать на компанию потому что в ней работают очень хорошие допустим инженеры и они вам помогут to lift your skills to the level I want because I want to be through the business to work with the best engineers because I want to work with the best company in order to improve my... что-то так, кто-нибудь из judges хочет сказать как лучше всего отвечать на этот вопрос? ну, Михаил специалист немножко, значит, все-таки очень важно на какую позицию вы идете начальную, среднюю, высокую там и так далее постоянная, контрактная, очень много деталей но идея вот какая значит, все-таки я исхожу из того, что вы не очень круто там стоите на маркете иначе бы вы не стали сюда приходить вам бы не нужно было вас бы и так нашли поэтому, значит, ваша задача показать, что вы представляете некоторую ценность кроме того, что в резюме написано а там, может быть, не безумно много всего написано но ценность ваша в том, что вы хотите расти что вы хотите там пройти вот эту экстра-майл две экстра-майл, три экстра-майл там и так далее вы хотите opportunity вырасти профессионально вот я там когда знаешь, у меня на уроке вот начало я тогда говорю, что I want to be someone who makes the difference in software testing или там, whatever you значит, человек, который хочет make the difference он сильно отличается от человека который говорит, что я буду с этого иметь в смысле вот, ну там, денег, имя на резюме там, еще что-то себя надо строить я хочу быть большим, значимым, серьезным я хочу быть контрибьютором мне нужны хорошие проекты мне нужны хорошие люди у которых можно учиться и вот это то, что есть в вашей компании и все если вы будете постарше если вы будете senior level там, еще что-то вы скажете я хочу работать в такой компании если мы про Google, да? в такой компании, в которой мне не нужно будет через 2-3-4 года куда-то уходить компания, в которой я могу расти профессионально и не менять компанию вот, например, вы можете добавить но если бы относительно не высоко на ступенечке значит, я бы так спасибо на самом деле у меня вот вопрос к предыдущему комментарию потому что опыта прохождения в Америке в то время не так много, но достаточно большой опыт прохождения в России и когда я отвечала таким образом в России и когда я принимала людей на работу меня это пугало потому что звучало так, что я иду в вашу компанию учиться учите меня а они хотят услышать я иду работать кстати, очень хорошо, что комментарии очень по-разному я, кстати, это пропустился когда я говорил в России и здесь это очень по-разному работает особенно, когда про резюме я говорил например, меня дико испугало когда я смотрел резюме человека девушке там было написано незамужные катаюсь на велосипеде оказалось, что это нормальное стандартное значит, хорошее здоровье да, хорошее здоровье поэтому это немножко по-разному как оно работает там и как оно работает здесь хорошо, второй человек меня зовут Янелия я дизайнер я делаю все виды дизайна сейчас я делаю UX, UI работаю в стартапе отвечаю за весь дизайн продукт дизайн все вебсайты рисую и дизайн это моя жизнь просто все хорошо хорошо и ваш вопрос where do you see yourself in 5 years? стандартный вопрос мне хотелось бы стать одним из лучших дизайнеров в Балерии я все для этого делаю возможно я очень много учусь то есть я надеюсь, что следующая моя позиция будет ну я уже синер надеюсь, что я буду синером в каком-нибудь еще более крупном более интересном проекте надеюсь, что вы еще несколько хороших проектов как дизайнер спасибо значит, правильный ответ относительно на этот вопрос то есть вы ваш ответ вы здесь вы хотите стать чуть-чуть здесь правильный ответ in 5 years что вы хотите плох тот солдат который не хочет стать генералом то есть не обязательно вам хотеть стать CEO но например вы хотите контролировать департмент дизайнерский вы хотите быть директором департментского дизайнера большой там большой компании например так или ну вот что-то что покажет вас на большом на то что вы хотите действительно высоко вырасти да для этого задается этот вопрос чтобы люди понимали у вас есть мотивация сейчас упадет да что у вас будет мотивация в работе или нет для этого задается этот вопрос да, вопрос я бы хотел спросить вот да конкретный вопрос нужно ли акцентировать внимание что я бы хотел вырасти в вашей конкретной компании или можно сказать что ну я бы хотел вырасти но не упоминать хорошо вопрос я скажу для тех кто не услышал вопрос был акцентировать ли на том что я хочу вырасти в вашей конкретной компании или просто хочу вырасти Аня хочешь ответить? я бы сказала что обязательно говорить про то что вы видите свою карьеру именно в этой компании потому что когда я например слышу что человек говорит я хочу сейчас поработать у вас но вообще-то я вижу себя предпринимателем и хочу создать собственное дело то для меня совершенно очевидно что он не будет первым кандидатом в которого я хотела бы вкладывать какие-то ресурсы это время наших менеджеров это возможно дополнительное образование это какое-то время которое понадобится этому человеку чтобы освоиться в компании освоить новую должность а потом мне придется искать ему замену то есть конечно нужно делать акцент на то что вы видите себя в этой компании и вам она нравится и ваша карьера просто ваша мечта построить карьеру именно здесь это первое в ответе Нелли мне не хватило конкретики то есть было слышно что когда вы не даете конкретных шагов это выглядит немножко мечтательно я хочу быть лучше я хочу стать самым просто невероятным большим профессионалом я так много учусь я что для этого делаю но если бы я услышала что вы знаете я беру сейчас курсы в Беркли я изучаю такой-то онлайн курс я у меня у меня есть какой-то наставник который помогает мне стать лучше в этом деле я читаю вот такие-то книги чтобы стать лучше в этом деле то для меня бы это звучало гораздо более убедительно и я бы поняла что Нелли действительно вероятно через какое-то время будет там где она хочет быть вот и скорее всего нам это будет интересно потому что компания безусловно заинтересована в тех людях которые растут и которые растут не только используя те ресурсы которые дает им компания которые растут сами да занимаются самообразованием то есть это действительно было бы здорово вот я бы советовала добавить больше конкретики здравствуйте меня зовут Алексей я софтвер инженер с больше десяти лет опыта разрабатывал джава бэкэнд системы и вообще вся джава я работал больше трех лет в публиках контрактов сейчас я ищу место где я мог развиваться и приложить мои skills вот так и ваш вопрос what is your worst quality очень стандартный вопрос ставите я думаю вот именно для этого я вам показываю эти вопросы сейчас чтобы когда вы пришли на интервью и вам его задали чтобы вы не стояли как хочется я думаю одно из самых наверное худших качеств это я часто хочу сделать слишком хорошо и при этом не беру во внимание другие интересы другие веса например важность данный конкретный момент для бизнеса что хочет клиент что хочет другая команда часто вот меня заклинивает я говорю если делаем то делаем сто процентов самое лучшее но это не всегда так это кстати совсем неплохой ответ потому что серьезно потому что действительно обычно вы говорите там например мой стандартный который я говорю что я люблю сделать так чтобы просто bulletproof систему чтобы никакой хакер в нее никогда не вломался но иногда на это уходит слишком много времени и поэтому мои коворки рецепт но дальше самая главная фраза идет но я над этим работаю вот я уже взял вот такой курс вот я считаю онлайн и в последнее время это действительно я уже нормально работаю со своими коворкерами обязательно вот это кто-нибудь хочет по этому поводу ирина наверное очень говорит если вы говорите о своем weakness обязательно выбирайте то что может benefit your company вы говорите вы говорите я работаю слишком много все хотят вас нанять правильно выбирайте свою quality которая как сказать лучше чем все остальные ну а приведите пример еще одного коми я работаю слишком много да почему я работаю слишком много или я как Алексей да Алексей хочет сделать лучшее несмотря ни на что да пойду по головам но сделаю это хорошая quality ну конечно правильно мог сказать я не слушаю никогда никого делаю как я хочу и все можно было просто то же самое сказать другими словами чтобы оно не так было то есть не то что я работаю слишком много а например я пишу например в контексте Алексея я пишу так много кода что иногда просто иногда quality страдает что так много кода да но он действительно мне кажется что он хороший но я как бы понял что лучше потратить больше времени и написать меньше кода но чтобы у него было лучше quality вот вам например такой пример так да Михаил пожалуйста это вопрос которого избежать практически невозможно то есть вы должны знать что если вы ищете работу у вас должен быть ответ если у вас ответа нет то вы в пролете зато как бы того как Евгений говорит что все решается до интервью значит если у вас нет хорошего ответа вы уже в пролете до интервью так же как вопрос там tell me about yourself или там как вы себя видите через пять лет вы уже в пролете поэтому значит я когда-то делал видео на ютубе оно там по-русски прям висит там слабые стороны какие у вас слабые стороны вопрос на интервью можете посмотреть у меня есть свыше сорока книжек на эту тему ну интервью работы резюме там большая коллекция я когда готовился к этому интервью к этому видео я вам скажу на сорок две книжки которые значит я посмотрел я очень тщательно готовился потому что там конкуренция большая очень много народу салют три книжки три говорили о том как ответить на вопрос остальные говорили о том как обмануть того с кем ты разговаривать есть стандартные приемы обманут например подать слабость как сильную сторону и вот пошли там вот как работаю вообще остановиться не могу или вот там одна женщина тогда это по лицу такое вот утрен чешется что-то я не знаю она выходит и говорит я ведь все знают что я бич но в этом есть положительная сторона они боятся со мной связываться я проекты всегда вовремя сдаю я серьезно говорю я был потрясен полно людей которые очень наис и тоже вовремя сдают понимаете потом еще раз есть масса всяких жуличных и идиотских приемов дело ведь не в том что вы сказали дело в том насколько они поверили что вы искренне отвечаете на вопрос булджет не имеет никакого значения что именно вы сказали люди идут в гугл и ищут ответ в гугле да это не твой ответ вот ты скажешь мне свой ответ и у тебя на лице написано что это не твой ответ что ты меня за идиот и считаешь там еще что-то и так поэтому вопрос о слабости я честно сайту видео там достаточно там много угол аспектов этого дела рассматривается но суть в чем это должно быть о вас это должно быть искренне я в лучше скажу вся жизнь человеку состоит в том что он преодолевает какие-то выкносы развитие самое развитие вообще развитие это преодоление каких-то проблем была проблема преодолели я ну да вот есть какие-то проблемы прошлом были и демяне ухов чтобы матери vast Вы показываете, что вы что-то в прошлом преодолели. Я, например, говорю, вот у меня была проблема, мне трудно сказать человеку «нет». Я пока не стал бизнесом заниматься и так далее. Вот мне как-то трудно. Вроде он пришел и что-то такое говорит, я знаю, что надо ему отказать. Но мне трудно. Я ему так говорю «нет», что получается «мэйби». И он, значит, у меня года четыре ушло, пока я начал четко говорить вот это вот «нет». И еще раз, вы только потратите 20 минут, вспомните про себя, что с вами было. У вас будет десяток совершенно потрясающих примеров о том, как вы преодолевали недостаток. Поэтому существенно сказать не то, что у меня вот здесь недостаток, а существенно сказать, что недостаток есть, но я над ним работаю сейчас. Вот, собственно, и все. То есть это не безумно сложный вопрос. Его нельзя наскоком, его нельзя там в гугле глянуть, вот пошел. Теперь у меня ответ есть. Это ваш, это очень личный. Понимаете? Я бы так сказал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!